сегодня приготовим очень вкусное блюдо из тыквы тыкву очищаю от семян и от кожицы мне практически под каждым рецептом пишут зачем вы очищаете кожицу она и так растворится при приготовлении я вам просто наглядно покажу почему на тыкве есть вот такие одревеневшие части но дело ваше если вы считаете что вам подходит это оставить то пожалуйста 300 граммов очищенной тыквы натираем на мелкой или на средней терке теперь к измельченной тыкве добавляем 3 столовых ложки манной крупы и теперь хорошо перемешаем тыкву с манкой пока убираю миску в сторонку берут 2 яйца для баланса вкуса к яйцам добавляю щепотку соли для прекрасного аромата 2 чайных ложки ванильного сахара и также добавляю 2 столовых ложки обычного сахара все ингредиенты хорошо перемешиваем чтобы соль и сахар растворились хочу обратить внимание что если вы не употребляете сахар можете его совсем не добавлять а если вы сладкая ешка а тыква у вас попалась не сладких сортов можно добавить еще пару столовых ложек сахара дополнительно яичную массу добавляю 300 граммов творога творог подойдет любой однородный зернистый жирный нежирный какой у вас есть какой вы больше любите творог хорошо перемешиваем с яйцами если вы хотите чтобы в дальнейшем блюдо было однородным творог можно перебить блендером а если хотите чтобы были видны крупинки просто размять дальше творожно яичную массу перекладываем тыкву всю эту красоту мы хорошо перемешиваем до однородного состояния запах просто потрясающе аппетитный но я предлагаю сделать наше блюдо еще вкуснее еще аромат не этого нужно потереть цедру с одного апельсина или с одного лимона тыква просто идеально сочетаются с цитрусами сразу же появился очень благородный кондитерский аромат опять перемешиваем ароматному тыквенному тесту дадим пока постоять минут десять чтобы манка окончательно набухла тем временем подготовим форму для запекания просто смажем ее кусочком сливочного масла творожно тыквенную массу переложим в форму и разровняем дальше я беру небольшой кусочек масла граммов 7 растоплю его и смажу верхушку запеканки по желанию можно использовать и растительное масло но со сливочным будет ароматнее вот так будущую вкуснятину отправляем в разогретую духовку запекаться при 180 градусах цельсия или 356 градусов фаренгейта через 45 минут нежнейшая запеканка готова правда время запекания может отличаться в зависимости от вашей духовки проверить готовность очень легко при помощи деревянной палочки она должна выйти чистой и сухой в этой запеканке восхитительно смешались сливочный тыквенный цитрусовый и творожный ароматы я вам рекомендую самим приготовить такую запеканку и убедиться в этом а также рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик чтобы сразу видеть новые интересные рецепты ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях а я желаю вам мирного неба и крепкого здоровья до встречи как обычно в следующем вкусном видео